Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Всем здравствуйте, всем еще раз доброе утро. Олег Пекай Александрович Шунин. Доброе, доброе, доброе утро. Ну и сейчас мы хотели поговорить, да, действительно, вот время раннее, вот в данный момент люди собираются кто на работу, кто на учебу. И хотелось бы так продолжить, но не все. Но не все. Занятия, в общем-то, в выпускных классах, судя по всему, уже прекратились, экзамены сданы, все ждут результатов и выпускных, табели, объятия, слезы, прощай, школьный двор. Следний звонок, там, эти все, да, выпускные. Когда уйдем со школьного двора, вот как оно там делается. Хочется подвести итоги прошедших централизованных экзаменов в выпускных классах. С нами на связи Ирина Романова, директор Рижской 22-й средней школы. Доброе утро. Доброе утро. А как прошли эти экзамены в условиях пандемии? Как вели себя школьники? Были ли они готовы? Какими шпаргалками пользовались в 21-м веке? В 21-м году, 21-го века. Ну, ученики 21-го века в 21-м веке, на самом деле, достаточно одаренные. Ну, вот со шпаргалками не пропускаем на экзамены, поскольку использовать любые электронные устройства нельзя. И могу сказать про своих, они были достаточно честны и шпаргалками не пользовались. А старая школа... Они были достаточно большие, но мне кажется, что ребята достаточно хорошо справились с экзаменами. Мы можем судить, хорошо или плохо, только тогда, когда бумажку получим, получим результаты, получим сертификаты. По ощущениям, достаточно хорошо справились с английским, потому что учителя, которые принимали устную часть, говорили после экзамена, что они гордятся своими учениками, тем, как они отвечали, тем, как они себя чувствовали во время устной части. Преподаватель по математике говорит, что половина точно справились хорошо, вторая половина, ну, как вот учился, так оно, наверное, и получилось. Вот, про латышский не могу сказать. Ребята не говорили, что он сложнее, чем когда-то, то есть, чем те экзамены, с которыми они встречались до этого. Эмоционально мне сложно говорить про этот класс, они очень сильно поменялись, начиная с 10-го до 12-го класса, наши 12-классники. И мне кажется, что вот за эти 6 месяцев, пока мы находились на удаленке, вот такая привязанность друг к другу, которая, ну, наблюдается у выпускников, да, вот не хочется расставаться и так далее, она как-то немножечко поутихла, потому что на удаленке вот эти эмоциональные привязанности, они вот затихают. Да, потому что я прекрасно помню, когда после выпускного мы все вот, ну, по инерции продолжали встречаться, и еще несколько лет продолжались вот эти какие-то встречи, посиделки, ну, затем, конечно, у каждого началась своя жизнь, но это было очень сильное вот желание продолжить общение. А здесь вы говорите? Думаю, что так не будет, потому что, ну, есть какие-то такие группки, 2-3 человека, которые вместе между собой общаются и поддерживают отношения, но, ребята, стали дальше друг от друга, и это огорчает на самом деле. Ваши коллеги, ну, вчера появилась информация, ваши коллеги из других школ сделали еще такие наблюдения, что из-за удаленной учебы многие потеряли мотивацию, и в связи с отсутствием мотивации учиться и сами результаты, вероятно, могут быть хуже, чем могли бы, и тысячам, тысячам школьников может грозить продление учебного года и остаться на второй год. Вот как ваши ощущения в этой связи? Действительно была ли потеряна мотивация даже у хорошистов и у отличников за эти полгода, за последний год? Действительно ли нас может ждать волна таких вот недорослей, недоучек, оставшихся на второй год? Такие последствия тоже прогнозируете? Я думаю, что достаточно большого количества ребят будет продленный учебный год и в нашей школе, и действительно мотивация, она падает, она падает. И у тех детей, которые хорошо учились, хотя они продолжают учиться хорошо, хотя они продолжают работать, Ну а те дети, у которых с мотивацией было, скажем так, и с учебной успешностью было похуже и в обычное время, да, их вернуть назад к школе, к школьным учебникам достаточно, достаточно сложно. И мы планируем, что у нас в течение следующих вот двух-трех недель будет достаточно большое количество детей, которые будут продолжать учиться для того, чтобы написать какие-то ненаписанные работы и получить оценку, да, в году, либо исправить неудовлетворительные оценки свои, да. А вот как это будет происходить? Я, например, про двух девятиклассников знаю, что у них будет продленный учебный год. А вот как действительно это вот, кто будет решать, кому продлевать учебный год, кому нет, и вот сколько он будет продолжаться, и какое количество может коснуться учеников? Ну, если говорить про мою школу, про нашу школу, в которой мы работаем, я думаю, что у нас процентов 25 будет иметь продленный учебный год, именно в силу того, что кто-то по болезни не написал какие-то проверочные работы, и у них за проверочную работу стоит НВ. То есть для этого ребёнка важно написать, прийти в школу и написать эту проверочную работу. Кто-то не смог справиться с техническими трудностями, присоединить работу в той среде, в которой нужно было, и ему важно прийти в школу и сделать это. И для этих ребят я не думаю, что есть вот какая-то такая большая проблема. Это проблема организации учебной, да, ему тяжело это сделать на удалёнке, где-то родители не могут помочь, да. Вот проблемы будут с теми ребятами, у которых неудовлетворительные оценки, вот им придётся много работать и много исправлять. Кто будет решать? В принципе, решение принимает педагогический совет на основе тех оценок, которые выставляются. У нас эти отметки будут известны уже 27-го числа, и, в принципе, все приказы о переводе будут начинать готовиться 28-го числа, и 28-го будет проходить педсовет по переводу. Да, вот Ирина Валерьевна, у меня такой вопрос, связанный, опять-таки, возвращаясь к шпаргалкам, вот когда я учился в институте, нас преподаватели даже, ну, поощряли, говорили, пишите шпаргалки, не пользуйтесь, но обязательно пишите, потому что когда вы пишете рукой, всё-таки вот эта вот механическая память, она помогает запомнить цифры, факты, как-то всё разложить по полочкам, и ведь известно, что актёры, когда они готовятся к роли, они пишут, переписывают текст, тоже это им помогает запомнить текст. Вот нынешнее поколение, которое, может быть, отвыкает писать рукой, больше полагается на цифровые гаджеты, вот как у них с памятью, с запоминанием? По-разному, очень по-разному. На самом деле, многие зависят от телефона, и они пытаются в телефон вбить всё то, что нужно, но я на своих уроках, я физику преподаю, я тоже, я отметки ставлю за шпаргалки подготовленные. О, это красиво! Если ты ставил шпаргалку, то я готова её оценить. Ну, потому что человек старался, да? Там есть всё то, что нужно для того, чтобы написать проверочную работу. Делай, доставай, пользуйся, если ты умеешь пользоваться тем, что ты сам сделал. Вы знаете, я однажды, благодаря шпаргалке, умело хорошо подготовленный, ну, правда, это было в институте, на 8 баллов каким-то чудом сдал ядерную физику. Причём теорию я, честно, сдул, потому что я ещё и учебник протащил на экзамен. Но задачу я решил сам, потому что я в своих шпаргалках нашёл нужную формулу и знал, какие значения куда подставить, и в итоге решил, я считаю, заслуженно получил свои 8 баллов. Ну, мы к тому, что действительно ведь мотивировать учеников писать рукой – это тоже очень важный фактор, который помогает осознать, запомнить, разложить по полочкам. Но мне кажется, что даже если ученик будет в телефон записывать в качестве записной книжечки то, что ему нужно, потому что у них большие пальцы работают быстрее, чем ручка пишет, набирая СМС или какой-то текст, и если там тоже всё будет систематизировано, это тоже будет помогать. Ну, это уже рискованный момент. Бумажками разрешают пользоваться, а гаджетами нет на уроках. Ну, это же прекрасно. Возвращение к бумажным нормальным шпаргалкам. Опять же, разминать ручки мелкая моторика, опять будут учиться писать. Александр, здесь нужно передавать опыт младшему поколению, родителям, делиться опытом, как это было интересно, красиво. Как же иначе? И этому нужно научить, ну, по крайней мере, подсказать, если не научить, подкинуть мысли хотя бы. А вот если возвращаться действительно к мотивации учеников, насколько эта ситуация ненормальная, когда они не видят учителя и общаются с ним только через экран, может быть, ну, не… тоже влияет, потому что ведь учитель на уроке, может быть, по глазам понимает, вот кто что-то понимает или недопонимает. Он может после урока подойти и спросить тебе, всё понятно. То есть вот этот контакт, который происходит, ну, какой-то, ну, вот настоящий, он как-то помогает ведь тоже, ну, мотивировать учеников, их как-то стимулировать к знаниям. А как сейчас вот это происходит? На самом деле все коллеги, с которыми мы сейчас общались, они говорят о том, что им не хватает живого контакта с детьми и что все процессы в школе происходили бы легче, на уроке происходили бы, если бы они видели глаза. Если бы они видели глаза и по глазам как бы понимали, понимают или не понимают. Потому что действительно, когда ты работаешь на уроке, ты стоишь перед классом, ты чувствуешь, наверное, а вот это надо ещё раз повторить, а здесь надо немножко с другой стороны посмотреть. Сидя перед экраном монитора, не совсем получается, да, и в этой ситуации очень важно, чтобы дети задавали вопросы, чтобы они не прятались за экран, а учились задавать вопросы и не боялись, что над ними посмеются, или как-то не так на них посмотрят. Потому что правильный и вовремя заданный вопрос решает очень многие проблемы. Они их задают или всё-таки стесняются? Задают. Задают вопросы, но не все. И я ещё раз повторюсь, достаточно большое количество детей предпочитает занять позицию просидел и нормально. Мы наблюдали такие ситуации. Ну так это и в классе так, на самом деле. Если тебя не заметили, не вызвали к доске, ну и, слава богу, ещё один урок прошёл. Да-да-да, совершенно верно. Мы замечали такие моменты, что просто заходят в беседу на урок, да, вроде как и есть человек, но на самом деле его там нет. То есть не отзывается, не откликается, но коллеги приняли себе за привычку. Вот, ну так, точечными ударами выдёргивая. То одного, то второго, то третьего, то здесь спросить мнение. И тогда, ну как-то вот есть ощущение такого живого урока, когда ты можешь работать. Такая валидация, что ученик ещё присутствует своим вниманием хотя бы не физически, а эмоционально. А ещё ужасно. Удалёнка. Удалёнка. Кошмарно тем, что отсекает возможность вот этих вот классических фраз. «Выйди и зайди нормально», «А голову ты дома не забыл», вот это же тоже всё потерялось. Ну, «Выйди и зайди нормально» такие фразы существуют, потому что зайти можно под ником. Тогда нужно попросить «Выйди, пожалуйста, из беседы и вернись туда с именем, фамилией, так чтобы я знала, что ты не танкист какой-то там». Что ты не в танке. Скажите, пожалуйста, на самом деле серьёзный вопрос. Появилась информация о том, что ученики избегают общения сейчас с педагогами, скажем, не подходят к трубке, если им звонят, не отвечают на смски. Это есть такое, да? Да. Реальные события из реальной жизни, да. И, скажем, у нас очень хорошо работает социальный педагог в том плане, что она умудряется дозвониться либо до ребёнка, либо до родителей, да. Но сейчас такая вот самая, наверное, ходовая отмазка. А у меня не работает видеокамера, а у меня не работает микрофон. А у меня наушников нет, я слышать не могу. При этом вопрос он слышит. А у нас есть вот кто? Да, при этом вопрос он слышит, да, он ответить просто не может. Тогда в чате пишет быстренько. Передайте, пожалуйста, что у меня отключился интернет. Вот. У нас между тем, Зефира, да, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вам не кажется, что сейчас вот эта удалёнка, что будет с детьми, когда они вырастут, если они уже сейчас начинают отвыкать от общения друг с другом? Это что будет за поколение, которое не сможет общаться с окружающими людьми? Спасибо. Вот прямо с языка сняли вопрос. Мне как раз и хотелось последний вопрос задать. Последствия для этого поколения какие могут быть? Ну, ваш слушатель абсолютно правильно говорит, что вот навык социализации, он ухудшается, да. То есть дети меньше общаются друг с другом, они больше привыкают общаться с гаджетами и удалённо. Но я, наверное, оптимист по жизни. Мне хочется верить в то, что человеческое общение, оно нужно. И когда ребята приходят, вот приходили на консультации, да, им хочется общаться с друг с другом, да. Вчера у нас готовятся проекты «Расмус плюс», тоже удалённые, да, на следующей неделе стартуют ребята, приходили готовить игру. Они общаются с друг с другом, они рассказывают о том, что у них в жизни происходит, да, и это очень важно. И на самом деле важно от нас, от нас, от педагогов, от родителей зависит то, насколько наши дети будут социализированы, насколько они будут готовы и к общению, и умение услышать друг друга, и слушать друг друга, и делиться с какими-то своими эмоциями. На самом деле, наверное, на собственном примере мы можем показывать, как это здорово, потому что я работаю в школе каждый день, но коллеги работают удалённо. И видеть глаза коллег, которые возвращаются в школу и увидели, и как… Вот есть такое выражение «зацепились языками», вот тут тоже «зацепились языками» и рассказали всё, что произошло. И, наверное, наше общение педагогов с детьми, которые возвращаются в школу, оно достаточно важно, насколько мы будем открыты, насколько мы будем дружелюбны, насколько мы сумеем построить это общение. Ну что же, спасибо огромное, Ирина Валерьевна Романова, директор Алижской 22-й средней школы, с нами была на прямой связи, с к сожалению, время у нас подошло к концу, но в виде новости. Нам пора двигаться дальше, Ирина Валерьевна, огромное спасибо, всего доброго, успеха и вам, и школе, и ученикам, ну и желаем, конечно же, возвращения к нормальному, живому, человеческому общению, той самой социализации, о которой вы говорили. Спасибо. Всего доброго. Утро на балконе